всем привет с вами канал артмания сегодня вам расскажу как мы сходили к иммунологу врач там иммунолог дефис аллерголог то есть аллергия тоже она рассматривает но это кстати очень классно когда определенный врач то есть сразу у него какие-то две специальности и то и то то есть можно и тут и тут задать вопрос как бы там и там интересненько и может какие-то советы дать какие-то там моментики там все такое вот ждали мы значит поход к иммунологу два месяца то есть мы записались за два месяца и честно говоря это очень сильно обидно потому что ждешь то есть это ребенок ты ждешь поход врачу то есть ждешь что сейчас этот врач скажет какие-то вернее даст какие-то советы назначат лечение какие-то препараты какие-то то есть скажу сразу нас ребенок болел вирусной инфекцией по осени 2020 года к новому году он выздоровел мы побороли эту вирусную инфекцию болел он три месяца у него была температура 39 40 которая поднималась кстати три раза на дню три раза на дню она поднималась это было ужасно и к новому году он выздоровел то есть 39 температура не поднимается 38 не поднимается но с нового года то есть получать январь февраль март апрель май июнь и вот в июле мы так попадаем у него все эти полгода все эти полгода температуры 37 и 3 37 4 она даже поднималась до ну как 37 3 было потом поднялась 37 4 тут я поняла это был апрель я поняла то что ребенку надо сдать анализы что возможно что-то мы недолечили возможно какие-то препараты нам назначить чтобы мы попили сдали анализы особо не изменились ну такие вот средненькие и сказать что плохие не сказать что хорошие средненькие вот ну как бы лекарства никакого не назначили мы стали ребенка более господи забыл это слово короче он стал спать у нас а закалять да когда мы начали его закалять температура 37 3 37 2 потом постепенно очень медленно медленно стало уже 36 и 6 какой-то момент то есть один раз в сутки потом опять поднимется что-то происходит она подымается потом опуститься может ночью может быть не будет температуры может появиться температура неожиданно то есть когда именно за колени мы стали заниматься она начала спадать это супер вот ну к тому времени мы попали к иммунологу все это я ему иммунолога женщина была рассказала сначала думал что эта девушка молодая потому что на маске сидела она была еще в очках было особо не видно потом они увидел здесь седину я поняла что это женщина лет пятидесяти наверное плюс-минус узнали что у нее высшая образа ой высшая категория да вот рассказали мы все это ей и она такая и это все типа и честно говоря вот после этих слов я была в шоке я поняла что этот доктор нам ничем не поможет мы ждали два месяца она нам ничем не сможет помочь ничем вот ну давай такая ну давайте анализы ваши давайте температуру как в этом мире оказывается надо температуру мерить под одной подмышкой потом под 2 записывать потом надо мерить температуру мы получалось 3-4 раза в день мерили но могли забыть ну сложно это все мучить ребенка каждый раз этим градусником мире забываем сама забываешь правда надо мерить чаще надо мерить рано-рано-рано утром когда он еще спит пока он не встал потом надо мерить ночью когда он спит вот там же держать над градусник наш советский пять минут других меня пока что еще нету вот если вы знаете хорошие бесконтактные градусники напишите в комментариях какие хорошие потому что я пока еще не нашла нету пока такого который вот показал беспогрешности 36 и 6 там 37 3 ровно как ртутный почему-то не сделал таких непонятно мне честно так сложно сделать что и то есть я дала ей блокнотик там где мы мерили температуру она типа это все не об этом мне это ни о чем не говорит вроде все я думаю блин зря мы старались конечно я думаю ну а берет анализы смотрит анализы значит мы сдавали анализы прямо из вены у него брали кровь там на разные посмотрела так а вот это тут у нас анализ это что такое это кровь слизистая моча или кал мы с мамой со мной ходила мы с мамой сидим молчим в шоке кто из нас врач она или мы или я допустим почему она не знает какой это анализ моча или кровь ну не оказалось что врачи все знают но я просто не знаю здесь что это у вас тут ничего не написано могут ну примерно ну как вы думаете что это может быть это может быть моча а может быть слизистом а может и кровь вот я не знаю то есть и все там другие анализы посмотрел ну я не знаю у вас тут анализы конечно ничего не поймешь что-то там вообще непонятные анализы зря вы их делали там фигня короче это все вот ну посмотрела ребенка там все супер ничего отклонений каких нету вот сказала если короче нужно померить температуру ночью ребенку когда он спит если она до тридцати семи то все хорошо ничего делать не надо если температура от тридцати семи тридцать семь тридцать семь и один там тридцать семь и два тогда уже прийти к ней там или куда-то там прийти там назначить лечение не помню что она там сказала вот то уже надо на что-то делать вот короче вот так вот да и на этом мы закончили хоть и врач высшей категории но вот это вот я не нравится не понравилось это не понравилось и это не так мы сделали не так это мы ходили другим врачам ходили к инфекционисту показывая также вот этот блокнотик который мы мерили температуру ничего она посмотрела хорошо так здесь хорошо а мерить температуру мы как-то саму температуру даже меряем неправильно сколько мы отболели с ребенком да вот сколько мы лежали нам никогда не говорили что я мерю ребенку неправильной температуры сколько я вызывала там врача допустим скорой помощи да они приезжали они видели оказывается надо складете градусник эту руку сюда вот тут у вас градусник причем самое интересное торчит вот отсюда металлическая штучка и потом вот так вот вот и вот так вот короче вот должны должен ребенок просидеть 5 минут и вы его еще вот тут вот ручку его держится ну не знаю честно вот мне уже сейчас сидеть не очень приятно не очень комфортно в плане в груди дышать тяжело не знаю конечно может быть это и правильно но я первый раз такое слышу не знаю слышали ли вы о таком вот методе нет методики измерения температуры у маленького ребенка напишите в комментариях слышали или нет видели может быть где-то обычно как мы в детстве всегда все с вами положили да и сидели вот так но я ребенку тут с краешку еще градусник придерживаю потому что боюсь что он упадет на пол сломается и об этом сказала бы что он пойдет на пол разобьется вроде и там же находится ртуть она такая ну и что я про себя сижу думаю там же ртуть находится как так ну и что у нас всегда говорят что ртуть это плохо ей нельзя дышать там может что-то произойти надо ее причем при том что ее нужно собрать как-то вообще там совсем по-другому и и куда-то утилизировать на что это все сложно а тут тебе врач высшей категории говорит ну и что подумаешь он разобьется вылезет там она ничего страшного не будет короче вот так вот дима не плакал дима хорошо себя вел ему понравилось вот он любит ходить по таким местам слава богу врачей не боится пока что вот у нас хорошая поликлиника частная там не пугают детей там хорошо там классно вот в принципе по моему все дима сейчас находится как вы знаете наверно с бабушкой ночью ему померить температуру попозже немножечко вот он сукроек говорит что они температуры мерили не пять минут а меньше якобы у ребенка температуры нету один день было я пришла к ним год вот моя ребенку померить температуру вот прям вот будет только что только что только что у него 36 и шесть посидели с ней поболтали он будет ну давай еще раз померим а он подошел ему лобик губами потрогала чувствую температура есть этом как же они мерили странно померили 37 и 2 может у него эмоции просто поэтому она поднялась якобы от эмоций тоже поднимается температура ну думаю ладно странно а я еще пришла в ребенка то есть мы его закаляем у нас спит в трусиках ходит по дому в трусиках но сейчас еще жара стоит 30-35 градусов я пришла он был про право мальчики такой прям облегающий майки прям облегающий теплый майки хоть и с такими вот без рукавов с такими штучками но она облегающая мала ему вот то есть но не знаю зачем свекровь ему отдел там полно майка очень таких свободных хороших удобных она одевает все время почему-то самую худшую одежду самую такую плохую с пятнами там такой не знаю почему так это почему она так делает честно не знаю полно одежды у ребенка но почему-то это всегда вот так вот наверное та одежда более подходит под одежду ихнюю там восьмидесятых годов 80-70 ближе туда поэтому она ее одевает а то что сейчас новенькая поновея для нее наверное это какая-нибудь дикость и она не хочет это одевать вот и наверное скорее всего конечно в этой майке он немножко запарился поскольку она теплая облегающая мала ему облегон прямо может быть еще поэтому поднялась температура не знаю вот короче вот так будем дальше думать что дальше делать наверное перестанем просто мерить температуры я думаю что она скоро уже сама просто уйдет сходим еще по парочку у врача потом я вам все расскажу все это будет потом вот такой у нас был поход к ему ногу вот прочим идти к ему ногу особенно если вы будете записываться ждать два месяца лучше поищите отзывы которые будут реально хорошие да кстати она еще говорит очень-очень тихо она очень тихо вチопы услышать найти вот я сидела вот так вот вот боком она опрос승 меня сидел а так сидел вот ухом чтобы ее просто услышать вот так и мама рядом со мной сидела мама она тоже сидела вот так чтобы реально просто ее услышать не están почему так тихо она может быть бояло что ее будут записывать диктофон Это было очень тихо Это было очень тихо слышно Потом в какой-то момент она разговаривает Тихо, тихо, тихо Потом неожиданно начинает разговаривать громко Ты вздрагиваешь от неожиданности И опять тихо То есть вот два раза она громко начинала Монотонная такая речь Тихо, 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 потом громче, громче, громче И опять тихо, тихо, тихо То есть вздрагиваешь, пугаешься от неожиданности Честно Вот Ничего такого, мне кажется, необычного нам похода этот не принес Единственное, мы знаем, как мерить температуру, что ее нужно померить ночью Как бы и все Мы думали, какое-то лечение нам назначить, какое-то средство скажет Посмотрит анализы, что-то скажет по анализам По анализам, кстати, я ходила к своему педиатру, но там подошла моя свекровь Начала болтать, болтушки по сидушке с бабушками начались И, конечно, моя педиатра ничего по анализам не сказала Придется мне снова брать талончик, опять с ребенком Идти в поликлинику, идти к педиатру нашему, чтобы что-то узнать по анализам Потому что по анализам иммунолог ничего не сказала Идти нужно к нашему педиатру только, опять, все заново Вот, все, все я сказала Пишите свои комментарии, что вы об этом, обо всем думаете И всем пока-пока, с вами был канал Артмания